Эфир канала Россия 24 продолжит Вести Хакасии. В студии Наталья Чудина. Здравствуйте. Сегодня практически все крестьянско-фермерские хозяйства в Хакасии остались без работников. Все они в Абакане на сельскохозяйственном празднике. Несмотря на то, что год выдался для аграриев тяжелым, гордиться им есть чем. В церемонии награждения Елена Крылова и Антон Новожилов. Сегодня в Драмтеатре собрались лучшие работники сельского хозяйства Хакасии. Праздник у нас проводится в декабре, потому как к этому времени завершились все сельхозработы. Сегодня самых лучших работников наградят денежными премиями от 10 до 100 тысяч рублей. А тем, кто поставил рекорды в сельском хозяйстве, дадут ключи от автомобиля. Праздник сельского хозяйства проводят каждый год, но в этот раз он чуть было не сорвался из-за сложностей с бюджетом. Мы не смогли выполнить и в финансовом плане все обязательства текущего года, но мы эти обязательства помним и мы их перенесем на следующий год. Тем не менее, у нас есть серьезные показатели, которые позволяют сегодня говорить, что мы делаем все правильно. Надо ценить этот труд. Руководители крестьянских фермерских хозяйств, других специализированных организаций сегодня действительно делают чудеса трудового героизма. Я бы хотел выразить всем им огромную благодарность. Сегодня наградили 130 работников. В течение года аграрии соревновались в трудовых подвигах. Охватили все сферы от полевых работ, животноводства до переработки. И отметили сотрудников всех уровней. От руководителей до тех, кто непосредственно трудится в поле. Мы просто работали, ничего не сдали. Как могли, так работали. Почетно, конечно. Одна из десяти машин отправилась в Шира. В этом году район стал лучшим в республике. Он дал рекордные показатели. Несмотря на плохую погоду, намолотили больше 20 центнеров с гектара. Еще девять автомобилей раздали комбайнерам, механизаторам, водителям, чебану и оператору машинного доения. Не умею даже я ездить на нее. Сейчас накручу чуть-чуть. Давай, надо займите. Елена Крылова, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. В Абазе приостановлены занятия еще в нескольких учебных заведениях. На этот раз до 11 декабря для учеников закрыты двери 49-й школы. Причина прежняя – вспышка ОРВИ. Напомню, из-за случаев пневмонии в начале недели объявлен карантин в 50-й абазинской школе. Помимо общеобразовательных, до 15 декабря приостановили работу учреждения дополнительного образования. Детские сады принимают воспитанников в обычном режиме. Новых заболевших пневмонией среди школьников не выявлено. Массовые собрания и письма, похоже, не помогут жителям Баграда отстоять филиал Руссельхозбанка. Сегодня директор регионального отделения Игорь Ман заявил, решение о сокращении окончательное и бесповоротное. Напомню, баградцы выразили беспокойство в связи с новостью о возможном закрытии доп. офиса в районе. По словам властей, в филиале количество клиентов отделения порядка 4 тысяч человек. Это треть населения всего района. Сегодня руководитель Хакасского филиала объяснил причины расформирования баградского отделения. Оказывается, несмотря на популярность среди сельчан, оно оказалось балластом в системе. На сегодняшний момент времени в баградском районе точка Руссельхозбанка неэффективна. Банкам было принято решение об изменении формата данной точки, для того, чтобы уменьшить свои издержки и повысить ее эффективность. Впрочем, по словам Игоря Мана, отделение из района не то что уходит, лишь сокращается. В том числе останется всего два оператора, ну а большая часть сотрудников будут уволены. Основные функции учреждение сохранит. Станет невозможным лишь прием платежей, например, по налогам и ЖКХ. Служба, которая помогает предпринимателям наладить бизнес в Республиканском центре занятости, действует программа, по которой предприниматели получают вознаграждение за то, что устраивают к себе инвалидов. Какие результаты дает эта поддержка в нашем материале? Предновогодняя вахта началась у лесных инспекторов и правоохранительных органов Хакасии. Именно они будут следить за тем, чтобы на территории наших лесов не было незаконной рубки хвойных деревьев. Ежегодно с начала декабря активизируются елочные браконьеры. Для борьбы с ними уже выставлены посты на дорогах, ведущих в лес. Лесные массивы патрулируют и мобильные группы. Жителям напоминают, перевозка зеленых красавиц возможна только при наличии разрешающих документов. За самовольную рубку нарушителям грозит внушительный штраф. До 3,5 тысяч рублей для граждан и до 100 тысяч для должностных и юридических лиц. Кроме того, отдельно взымается ущерб за каждое дерево. Поменять стиль, но сохранить содержание. Уже с понедельника нас будет, что называется, не узнать. Программы ГТРК Хакасия приобретут в прямом смысле новые апартаменты. Оформление студии ведущих станет одним из лучших в стране. И прямо сейчас Константин Кравцов расскажет почему. Гостелерадио компания Хакасия – старейший представитель телевидения в республике. В следующем году нам исполняется 55 лет. Тысячи часов эфира, ежедневные выпуски программы «Вести». И даже в век цифровых технологий перехода на новый стандарт вещания мы в авангардной колонии. Наша жемчужина – студия ведущих. Подобной нет ни в Хакасии, ни у соседей красноярцев. Первое, что бросается в глаза – просто гигантский монитор. Плазма будет транслировать во время выпуска фрагменты сюжетов. Сама студия похожа больше на каюту космического корабля. Футуристичные формы и линии, обрамленные неоновой подсветкой. Ну а капитаном звездолета в мире новостей будут ведущие, которые уже познакомились с декорациями. Чувствуешь себя как вот серьезно, по-настоящему серьезно. Как будто вот прямо не в Хакасии, а в Москве как минимум. Ну идея нашей студии была такая, чтобы в одном пространстве создать несколько информационных блоков, зон. Допустим, как это «Россия-1», вести наши основные, которые смотрят зрители каждый день. И студия 24-го канала «Россия-24». Также здесь в студии мы ждем гостей, то есть зона для интервью. ГТРК в Хакасии – крупнейшая телекомпания. Зона вещания охватывает все районы, а потенциальное количество зрителей – несколько сотен тысяч человек. Ежедневно по будням на телевидении 12 информационных выпусков «Вести», в том числе на хакасском языке. В субботу 4 выпуска и в воскресенье – один. И заключительный аккорд недели – итоговая программа «Вести Хакасия». В первую очередь мы думаем о наших зрителях. Поэтому оформление студии – это не только новый дизайн в нашем эфире, но и попытка сделать новости «Вести Хакасия» еще более современными и динамичными. Стоит добавить, до 2015 года телевидение страны перейдет на совершенно новые стандарты вещания. И в первую очередь качество картинки на экране станет лучше. Эта студия – лишь шаг в будущее, кардинальные перемены еще впереди, но уже не за горами. Константин Кравцов, Сергей Казьмин, «Вести Хакасия». В общем, в понедельник не пропустите выпуски «Вести Хакасия» на каналах «Россия-1» и «Россия-24». Ну а далее смотрите рубрику «Интервью». Сегодня в ней речь пойдет о дошкольном образовании. Хорошего вам окончания недели. Оставайтесь на канале «Россия-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова